Австралия породила самых необычных существ нашей планеты, а Африка – самых опасных. Когда-то и Австралия, и Африка были частью суперконтинента Гондвана, и если сейчас там проживают самые ядовитые и странные животные, то трудно представить, какие монстры обитали там в доисторические времена. Сегодня речь пойдет о кархарадонтозавре, динозавре, который терроризировал даже самых-самых крупных динозавров. В 1996 году в Марокканской пустыне были обнаружены останки гигантского динозавра, по-настоящему поразившие ученых. Самой удивительной частью находки были зубы динозавра длиной в 12 сантиметров. Благодаря этой особенности хищник и получил свое название – кархарадонтозавр, что в переводе означает «акулозубый ящер». Кархарадонтозавры были настоящими королями позднего мелового периода, на данный момент они входят в четверку самых крупных известных науке хищных динозавров. Одна только голова этого монстра достигала полутора метров в длину, больше, чем у тираннозавра, а в узких, длинных челюстях располагались огромные зубы. Длина тела динозавра достигала 12 метров, а весил этот хищник около 6 тонн. Миллионы лет назад на территории современной пустыни Сахара простирались влажные зеленые леса с полноводными реками. Как раз на их берегах жили и охотились кархарадонтозавры. Эти гигантские хищники были непревзойденными охотниками, они могли убивать даже самых крупных динозавров и с легкостью отнимать зобычу у стаек мелких ящеров. Несмотря на внушительные размеры, кархарадонтозавры могли развивать большую скорость и несомненно находились на вершине пищевой цепи. Кархарадонтозавры вели одиночный образ жизни и это неудивительно, ведь врагов у них практически не было и коллективно защищаться им было ни от кого. Основной целью этих кровожадных ящеров становились животные существенно меньших размеров, например уронозавры. Ученые сделали этот вывод благодаря узким челюстям хищников, которые не были предназначены для охоты на крупных травоядных. Однако ящеров это не останавливало и если легкая добыча уже была перебита, они выбирали соперников покрупнее. Кархарадонтозавры охотились даже на крупнейших ящеров, титанозавров, чьи кости были найдены в тех же отложениях. Окаменевшие яйца кархарадонтозавров не сохранились, поэтому об их размножении практически ничего не известно. Ученые предполагают, что самка охраняла яйца от хищников, что не составляло ей особого труда, а подросшие детеныши довольно быстро становились самостоятельными. Мир динозавров жесток, поэтому до взрослого возраста доживали только самые выносливые, везучие и агрессивные. В чем-то кархарадонтозавтру не повезло. Судьба сыграла с этими ящерами злую шутку, и так уж получилось, что эти динозавры вымирали дважды. Первый раз это произошло по небезызвестным причинам естественного характера, а вот второй раз гибель наступила во время Второй мировой войны, когда в результате бомбардировок был разрушен музей, в котором хранился единственный известный науке скелет кархарадонтозавра. К счастью, в Северной Африке были найдены новые окаменелости, только тогда и удалось установить, что это был один из крупнейших хищников из когда-либо живших на нашей планете. Палеонтологи проделали огромную работу, чтобы люди могли иметь представление об облике нашей планеты десятки миллионов лет назад. Однако некоторые их находки, которым несомненно относится и кархарадонтозавр, способны повергнуть в шок. Людям остается только радоваться, что они не жили в доисторическую эпоху, жестокую и беспощадную даже для самых сильных.